А теперь вернёмся в 30-е годы. Именно тогда в Германии и в Советском Союзе начался настоящий психоз, связанный с Тибетом. Одна секретная экспедиция снаряжается за другой. НКВД и Гестапо вступают в смертельную схватку за право первыми достичь индийской глухомании. Вопрос – зачем? Сегодня из рассекреченных источников известно – и Сталин, и Гитлер хотели получить доступ к тайным знаниям. Но что это за такие знания, если ответственность за доступ к ним возлагалась на две самые мощные и безжалостные спецслужбы – Гестапо и НКВД? А этого человека зовут Николай Рерих. Его могила – место паломничества, ведь Рерих – один из самых загадочных художников Советской России. Он написал почти 7 тысяч полотен, которые сегодня выставляются в лучших музеях мира. Но Николай Рерих не только художник. Он ещё и учёный, писатель, путешественник и мистик. Что связывает этих двух выдающихся людей? Любовь к Тибету и работа на спецслужбы. Учёные утверждают, Генрих Харрер сотрудничал с СССР, а Николай Рерих – с ОГПУ. Но что могли искать спецслужбы в далёком Тибете? И почему документы почти всех экспедиций в Тибет засекречены до сих пор? Март 1945 года. За пять недель до падения Третьего Рейха Рейхстюрер СС Генрих Гиммлер отдаёт приказ спецотряду срочно взорвать замок Ревельсбург. Уже через несколько дней спецотряд под руководством майора Хайнса Махера, личного адъютанта Гиммлера, закладывает в стены замка взрывчатку мощностью в пять килограммов тротила. После чего происходит мощнейший взрыв. Удивительно, но даже после нескольких мощных взрывов старинный Вестфальский замок Ревельсбург уцелел. И сегодня там можно увидеть просто невероятные вещи. Внутри, прямо на стенах, сохранились вот такие магические символы. Это знаки рун. Зонрат – солнечное колесо или солнечная свастика. Символ огня арийских магов. Руна Кир – символ воинской доблести. Вместо христианского креста надгробный знак с такой руной устанавливали на могилах эсэсовцев. А вот эта комната – зал опергруппенфюреров эсэс. И вовсе потрясает воображение. Она расположена в северной башне замка. В ней 12 колонн и 48 окон. Это символ нового мирового порядка, который собирались создать эсэсовцы. Править в этом мире должны были сверхлюди. Символ таких людей находится в самом центре этой комнаты, на полу. Это 12-конечная свастика или черное солнце, как ее еще называют. Именно здесь, в этом зале, Генрих Гиммлер, рейхсфюрер эсэс, за круглым столом собирал самых преданных. Здесь же, как утверждают историки, принималось решение об отправке экспедиций в Тибет. В древнем замке Вевельсбурге, собственно, Гиммлер собрал всех адептов Ордена ННРБ, всех наиболее посвященных. И было принято решение о том, чтобы отправить Эрнста Шефнера, собственно говоря, в Тибет. Тибет. Для нацистов Третьего рейха он стал символом чистой расы. Ведь именно там, по их мнению, 10 тысяч лет назад поселилась арийская протораса, древняя цивилизация, обладавшая тайными знаниями. Ее представители могли читать мысли друг друга на расстоянии, мгновенно перемещаться в пространстве и жить практически вечно. Но самое главное, тайные знания они получали из космоса. В Тибет уцелевшие представители древней арийской расы переселились после глобального катаклизма. Только там, в высокогорных районах, они могли выжить. Но со временем представители чистой расы смешались с неполноценной кровью плебейских народов и потеряли способности. Удивительно, но причину великого переселения древней арийской цивилизации в Тибет придумал сам Гитлер. Он был большим поклонником теории вечного льда и считал, что арийскую суперцивилизацию погубил ледяной метеорит, упавший на Землю. Где-то около 12 тысяч лет назад был потоп в результате того, что на Землю упало крупное космическое тело и произошел всплеск воды. Вот пошла цунами огромная, которая замыла гигантские территории. В том числе считается, что цунами прошла через Анды, Тибет, и вот как бы вода, перехлестнув горы, ушла снова в акваторию Мирового океана. Именно поэтому всего за пять лет, с 1938 по 1943 год, в Тибете побывает пять экспедиций Третьего Рейха. Самое загадочное, результаты которой засекречены до сих пор, возглавлял Генрих Харрер, спортивный инструктор СС, про которого через 58 лет снимут голливудский блокбастер. Даже есть документальная пленка о встрече с Далай-Ламой, вот с немецкой экспедицией, с руководителями, с рядовыми членами немецкой нацистской экспедиции. И даже, ну и есть известные художественные фильмы. Это, в общем, достаточно хорошо отражено и в научной, и в кино, и в публицистике. Генрих Харрер прибыл в Тибет в 1939-м. Вместе с другими членами экспедиции. Официально для восхождения на Гималайи. Правда, взобраться на вершину горы альпинистам почему-то так и не удалось. После нескольких недель пребывания в заснеженных тибетских горах, экспедиция решила вернуться назад. И тут случилось самое неожиданное. Как только альпинисты спустились с гор, их арестовали английские патрули и бросили в тюремные камеры. В то время эти территории были английской колонией. В индийском лагере для военнопленных Генрих Харрер проведет ровно пять лет. И только в 1944-м он оттуда сбежит. И, проделав двухлетний путь через Гималайи, окажется в столице Тибета Лхасе. Лхасе в те времена был запретным городом. Собственно говоря, чтобы попасть европейцу в этот город, практически не было никакой возможности. То есть местные жители тибетцы очень охраняли его как святыню, как реликвию. И как собрание древних текстов, древних знаний. Но, тем не менее, известно то, что немцы туда все-таки прибыли, их приняли ламы. В Лхасе спортивный инструктор СС Генрих Харрер сделает просто головокружительную карьеру. Из беглого арестанта он неожиданно превратится в наставника юного Далай-ламы. Мало того, все окружение тибетского правителя будет послушно выполнять его указания. По инициативе Харрера придворные начнут заниматься плаванием и фигурным катанием и будут устраивать еженедельные соревнования по теннису с послами Непала. Но самое главное, по заведенной Харрером традиции раз в месяц во дворце будет проходить военный парад. Под флагом Третьего Рейха. Руководитель немецкой экспедиции не просто встречался с Далай-ламой того времени, но и имел много контактов. И фактически они проводили с ним и его окружением очень много времени. Были переговоры, были даже подписаны какие-то документы, условно говоря, меморандумы о каких-то взаимоотношениях, о сотрудничестве фашистской Германии и так далее. Чем объяснить такую любовь тибетцев к члену СС? Почему даже после отъезда Харрера на родину Далай-лама будет поддерживать с ним дружеские отношения? И почему эта странная дружба продлится долгие годы? Многие эксперты уверены, ответ на все эти вопросы очень прост. Немцы вместе с тибетцами пытались найти утерянные древние знания, чтобы вывести новую расу арийского сверхчеловека, способного читать мысли на расстоянии и мгновенно перемещаться в пространстве. Они преодолевают гигантские расстояния, не будучи подверженными привычным нам законам физики, а используя как раз, ну скажем, релевантные законы Вселенной, релятивистские законы Вселенной. Используя черные дыры, возможно, используя какие-то сверхсветовые технологии, то, к чему мы только стремимся. Подтвердить или опровергнуть эту версию мог бы сам Генрих Харрор. Но до конца своих дней обсуждать эту тему он наотрез отказывался. Поначалу он вообще отрицал, что когда-то был членом СС. И только в 90-е годы, когда фильм о его жизни снял Голливуд, стал называть членство в нацистской партии ошибкой молодости. Далай-Лама интервью на тему сотрудничества с Третьим Рейхом тоже никому не дает. Наверное, правду можно было бы узнать из документов о самой экспедиции. Но все они засекречены. По решению немецкого правительства гриф секретности с них снимут только через 24 года. Ряд российских журналистов и коллег работали в архивах немецких Мюнхена, Берлина и других немецких городов. Но они натолкнулись на удивительную вещь. Когда эти исследователи дошли до каталога, где опись, где находится опись вот этих отделов, там стоит гриф «Не вскрывать» до 2035 года. 1917 год. Журнал «Природа и люди» публикует статью, которая сразу же становится научной сенсацией. Ее автор, профессор Института мозга Александр Барченко описывает результаты многолетних экспериментов с так называемой лучистой энергией или Н-лучами. Согласно теории Барченко, практически любая мозговая деятельность человека сопровождается электромагнитными излучениями. Именно они и отвечают за передачу импульсов из одного отдела головного мозга в другой. Барченко утверждал, если вмешаться в процесс формирования лучистой энергии, можно научиться управлять не только человеческим подсознанием, но и поведением конкретного человека. Можно буквально зомбировать его, заставляя выполнять любую команду. Мозг человека не является хранилищем информации. Это всего лишь навсего прием передающий комплекс и корреляционный фильтр. Ну, слово корреляция это отбор из массы поступающей информации нужной, трансляция, прием и реализация в виде осознанных каких-то действий. Так вот, в свое время в рамках госпрограмм как раз я разрабатывал специальные обучающие программы, которые резко повышали активность вот этого приема передающего фактора. Идеи профессора Барченко стали основой экспериментов ученых в конце 40-х годов прошлого века. На этих кадрах вы видите, как хирурги проводят сложнейшую операцию. Это электронный чип. Его собираются вживить в мозг молодого солдата. По мнению ученых, тогда его действиями можно будет управлять. Причем делать это можно будет даже на огромных расстояниях. Как видите, эксперимент прошел успешно. Молодому человеку приказывают поднять руку. И он это делает. А значит, эту технологию можно использовать, чтобы манипулировать человеком. Он использовал аппаратуру энцефалограммы, которая колебания мозга списывает. Он пытался при помощи вот этих приборов энцефалограммы усилить колебания, психологические колебания, чтобы передать их на расстояние. Но самое невероятное даже не это. Профессор Барченко утверждал, что такую технологию можно применять для управления подсознанием человека. Теорию Александра Барченко можно было бы считать всего лишь научной фантастикой, если бы не одно «но». Свои исследования он проводил при активной поддержке спецслужб. В 22-м году спецслужбы заинтересовались сенсационной статьей в журнале «Природа и люди», опубликованной в 17-м году. И в главном политическом управлении ОГПУ был создан специальный отдел. Начальником этого отдела был вот этот человек Глеб Бокия. Для проведения экспериментов по манипуляции сознанием Бокия привлек в спецотдел лучших ученых. они должны были попытаться применить технологию, разработанную профессором Барченко на практике. Например, научить агентов спецслужб читать мысли потенциальных врагов и даже мысленно приказывать этим людям. Для экспериментов в здании ОГПУ по адресу Фуркасовский переулок дом 1 была оборудована специальная черная комната. Перед подобной лабораторией была поставлена цель о том, чтобы максимально исследовать парапсихологические способности человека для того, чтобы можно было это применять уже в управлении людьми. Многие историки считают, эксперименты спецотдела ОГПУ по психозомбированию человека были очень успешными. Однако, для того, чтобы научиться внедряться в сознание целой толпы, профессору Барченко не хватило знаний и опыта. И тогда он предложил Глебу Бокия организовать экспедицию в Тибет. По мнению профессора Барченко, именно там, в Тибете, находится самая главная загадка нашей планеты. Гора Кайлас. Вот она. На этих кадрах отчетливо видно, склоны горы имеют необычную вогнутую форму. За свой причудливый вид они получили название каменные зеркала. Вот это каменное зеркало в долине жизни и смерти, оно очень интересное и сильное. То есть, если есть какая-то агрессия, то эта агрессия будет многократно усилена и возвращена обратно человеку. И человек может просто даже этого не выдержать. Если какие-то позитивные мысли идут, связанные с внутренним каким-то развитием, с любовью, то это состояние также усиливается и возвращается обратно к человеку. Барченко утверждал, гора Кайлас это огромный пси-генератор, а вогнутые склоны горы его локаторы. Миллионы лет назад этот пси-генератор использовали представителей неизвестных, а возможно даже инопланетных цивилизаций, чтобы зомбировать людей. Если понять, как он работает, можно управлять всем человечеством. Конечно, эта версия мало похожа на правду. Но гора Кайлас как будто построена из гигантских каменных плит, сложенных друг на друга в форме вогнутой пирамиды. И это совсем не похоже на причуду природы. Хотя бы потому, что ее высота составляет 6666 метров. Здесь происходит действительно обмен энергии с космоса. по сути здесь есть два потока. Один поток расширяющийся направлен вверх, другой расширяется к низу. Экспедиция в Тибет была назначена на январь 1925 года. Но она так и не состоялась. Когда до начала экспедиции оставалось всего несколько дней, Александра Барченко неожиданно арестовали и посадили в тюрьму. А Глеба Бокия отправили в длительную командировку. Спустя почти 10 лет и профессора Барченко и Глеба Бокия расстреляют. За изучение тайн Тибета. Версия о том, что Третий Рейх в Тибете занимался выведением сверхчеловека долгое время так и оставалась всего лишь одной из многочисленных версий. Но в 1946 году исследователи обнаружили вот эти потрясающие кадры. Это документальная хроника Третьего Рейха. На ней члены уже другой экспедиции, побывавшей в Тибете ровно за год до Генриха Харрера. Сейчас вы видите, как антрополог Бруно Бегер тоже член СС в звании Оберштонфюрера, снимает слепки с лица тибетцев и измеряет циркулями их черепа, пытаясь отыскать признаки древней арийской расы. Они брали, пытались скрыть древние могилы, взять на исследование кости, черепа, проводили серьезные измерения, соотносили, насколько соответствуют измерения данные с измерением тех, которые есть на сегодняшний день, можно ли проследить преемственность и так далее. Оказалось ли эта экспедиция успешной, доподлинно неизвестно. Зато известно другое. Провожая немецких нацистов, тибетцы торжественно пронесли знамя со свастикой по центру столицы и на прощание вручили подарок для Гитлера 108 томов Ганджура. Так называются древние рукописи. А еще известно, что в августе 1939 года тибетскую экспедицию встречал сам Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, а ее руководитель Эрнст Шефер стал национальным героем Германии. Май 1945 года, Германия. В этом захолустном немецком городке Хайльброн после окончания Второй мировой английские войска обнаружили вот такое огромное сооружение странной формы. Для его изучения была создана специальная комиссия. После долгих исследований члены комиссии пришли к выводу. Странное сооружение ничто иное как устройство работающее на основе низкочастотных звуковых волн. Но самое потрясающее в определенном режиме оно должно выдавать такие звуковые частоты которые способны сбивать дыхание человека нарушать ритмы сердца вызывать головную боль и даже галлюцинации. Они использовали определенные частоты которые искривляли пространство и делали людей психбольными. То есть они нарушали деятельность головного мозга и человек становился невменяемым. Как ни старались английские инженеры запустить установку она не включалась. Специалисты пришли к выводу что в ней просто не хватает некоторых деталей. Попытки сконструировать их заново окончились полным провалом. инфразвуковая волна очень трудно поддается направленному излучению и поэтому в зоне охвата оказывались не только войска скажем противника находящиеся перед скажем установкой но и обслуживающий персонал. В результате этого эти опыты были приостановлены. Наверняка про бесполезную установку тут же бы и забыли если бы спустя несколько месяцев в подвалах замка Вевельсбург английские солдаты случайно не наткнулись на остатки некоторых документов. Вот они это рапорты какого-то высокопоставленного немецкого военного в них черным по белому написано В марте 1940 года я приказал выпустить с конвейера немецкого завода Tempo партию грампластинок с записями популярных английских исполнителей На каждой грампластинке специалисты нашей лаборатории записали неслышимый для человеческого уха инфразвук Все грампластинки отправились в Англию и должны были вызвать у поклонников музыки чувство страха головокружения психические расстройства и даже смерть Но ожидаемого эффекта не было Ни одного психического расстройства или летального исхода Специалисты нашей лаборатории считают необходимым продолжить более детальные исследования в данной области А дальше следовала подпись К.Ф. 14 мая 1940 года исследователи Третьего Рейха считают секретная лаборатория занималась ничем иным как разработкой новейшего акустического оружия Вот он тоже был таким оккультистом и занимался эзотерикой всю жизнь и пытался мистические силы направить во зло именно чтобы управлять миром и господствовать во всем мире Но откуда у Третьего Рейха могли появиться подобные разработки? Ведь ни одна страна мира в начале сороковых подобное оружие не разрабатывала Тогда это было в лучшем случае научной фантастикой Мало того в то время ученые вообще плохо представляли на каких физических принципах должно работать звуковое оружие А термин акустическое оружие и вовсе появился только спустя сорок лет Долгое время ответов на все эти вопросы не было До тех пор пока в 1962 году немецкий журнал Вегетарианская Вселенная не опубликовал дневник одного из членов экспедиции Эрнста Шефера Того самого которого после возвращения из Тибета с почетом встречал сам Генрих Гиммлер Нацистское руководство и даже больше адепты тайного ордена ННР ценили людей которые приносили какие-то очень ценные знания и то что он был повысен Шефтер в должности по приезде с Тибета говорит о многом В опубликованном уже на граммофонные диски 8-миллиметровой толщины с отверстием в центре В дневнике утверждалось после тщательного изучения экспедиция пришла к выводу что загадочные пластины намагничены а на спиральных бороздках содержится какая-то информация Эксперты утверждают это невероятно но скорее всего эти круглые керамические таблички и стали прототипом грамм пластинок с низкочастотным инфразвуком который должен был уничтожить английских любителей музыки эта длина волны записывалась на пластинки и когда например включали пластинку и передавали эту запись по громкоговорителям то люди просто садились с ума удивительно но если сопоставить даты все сходится тибетская экспедиция Эрнста Шефера вернулась в Германию в августе 1939 а партия грамм пластинок убийц с конвейера немецкого завода Темпа сошла ровно через полгода в марте 1940 получается именно поэтому вернувшуюся из Тибета экспедицию встречал сам Генрих Гиммлер но самое удивительное в этой истории даже не это древние захоронения рядом с которыми нашли загадочные таблички принадлежали не человеку так утверждают исследователи ведь останки этих существ не превышали 130 сантиметров а черепа были странной формы там обнаружили следы того что были нарисованы планеты то есть Земля Луна и пунктирной линией были обозначены некая траектория которая вела к Земле от какой-то далекой звезды если предположить что все это действительно правда получается что технологию супероружия немцы могли получить прямо от инопланетной цивилизации вещи такие что немцы получили какие-то знания говорят хотя бы о том что космическая программа фон Брауна ну скажем реактивная программа фон Брауна настолько ушла вперед и прорвалась высоко что ракета-носитель вулкан его знаменитый который он сделал он так до сих пор является базовым и для американской космической программы и для европейской программы никто более современного ракетного носителя чем Браун со своим вулканом не придумал кто-то кто-то дал ему эти знания вернее где-то он их нашел в доказательство своих слов исследователи приводят еще один артефакт вот он это летательные диски диаметром около трех метров и весом в 400 килограммов в 1997 году их обнаружили строители при расчистке площадки для угольной шахты исследователи утверждают это и есть космические корабли пришельцев посещавших Тибет в тибетских твитках в древних библиотеках в общем-то есть описание что НЛО они сейчас посещают Тибет и НЛО устанавливали связь с жрецами Атлантиды которые до сих пор живы в пещерах многие исследователи с такой версией не согласны совсем они утверждают странные существа не принадлежали инопланетной цивилизации скорее всего это останки представителей каких-то древних племен населявших Тибет а найденные таблички похожие на грамм пластинки всего лишь реликвия и она не имеет ничего общего с попытками третьего рейха разработать акустическое супероружие чтобы доказать это ученые приводят исследования китайских этнологов которые объявили причиной необычного облика древних существ воздействия повышенной концентрации ртути в местных источниках в то что странные существа предки инопланетных существ в третьем рейхе тоже не верили в документах рассекреченных лишь недавно нацисты называют их не иначе как представителями легендарной арийской расы той самой которая переселилась в Тибет после глобального катаклизма основной теорией философии нацизма была философия нитши а у нитши в общем-то миром правит сверхчеловек а сверхчеловеком должен был стать арийц у кого пропорциональные формы тела и у кого наблюдается золотое сечение вот они искали в Тибете таких людей в 1980-х годах в Советском Союзе станет известно экспедиция для исследования тибетской горы Кайлас все-таки состоялась правда без профессора Александра Барченко и без Глеба Бокия которых арестовали в Тибет отправился художник Николай Рерих невероятно но на эту поездку молодая страна советов выделила почти 60 тысяч долларов баснословная по тем временам сумма уже в сентябре 25-го года всего через несколько месяцев после ареста Барченко Николай Рерих под видом простого странника пересечет район Рушан на советском Памире и окажется в Тибете в городе Накчу отсюда до пункта назначения горы Кайлас останется всего 200 километров именно здесь к экспедиции присоединится таинственный монгольский лама по мнению экспертов этот лама был Яковом Блюнкиным советским чекистом и адъютантом Льва Троцкого он как бы должен был следить за Рерихом то есть и отсылать в Кремль информацию о том что было как бы найдено в результате этой экспедиции А вот и доказательство того что Яков Блюнкин действительно был в Тибете в 1925 году это отчет о трансгималайской экспедиции Николая Рериха в нем указана фамилия Якова Блюнкина именно он сопровождал Рериха в Тибет это может значить только одно поход на Тибет действительно проходил под контролем и по заказу ОГПУ Блюнкин вывез оттуда очень много свитков очень много рукописей которые естественно хранятся в спецхране они до сих пор не расшифрованы чтобы расшифровать эти рукописи тибетские свитки понадобится 700 лет поэтому их никто не расшифровывает они находятся где-то в спецхране и лежат до сих пор что именно экспедиции Рериха удалось обнаружить в Тибете добрались ли исследователи до знаменитой горы Кайлас и смогли ли раскрыть секрет таинственных склонов этой вершины ответов на все эти вопросы нет до сих пор просто потому что все документы об экспедиции были уничтожены зато известно что сразу после того как Николай Рерих вернулся в Москву при институте мозга был создан секретный отдел его возглавил сам Владимир Бехтерев светило российской нейропсихологии эксперты утверждают именно в этом отделе и велись разработки первого пси-генератора Барченко это был ученик Бехтерева он в институте мозга занимался передачей психических отклонений то что он сейчас занимается эксосенсорика то есть возможности проведения возможности телепатии версию о том что во время первой экспедиции в Тибет художник Николай Рерих обнаружил нечто невероятное подтверждает еще один любопытный факт уже через полгода после возвращения Рерих снова едет в Тибет там он останется навсегда и создаст целый научно-исследовательский институт вот он это уникальные архивные кадры снятые в одной из долин Гималаев Кулу на видео Рерих и члены его семьи свой научный центр они назвали Урусвати по официальной версии этот институт занимался археологическими раскопками и был построен на личные сбережения семьи Рерихов однако современные историки утверждают Николай Рерих не был настолько богат чтобы создать целый научно-исследовательский институт продавал свои картины был достаточно состоятельным человеком но этих денег которые там бы были их бы не хватило никогда и он затеял такую авантюру откуда у простого художника такие деньги это загадка загадкой останется и то почему Рерих и вся его семья покинув советскую Россию в 1926 не была причислена к врагам народа и невозвращенцам ведь такой статус в то время получали все кто покидал пределы страны на родине их считали предателями но Рерих к числу предателей не относился некоторые эксперты утверждают это объясняется только тем что Николай Рерих отправился жить в Тибет не только с разрешения но и по заказу спецслужб если один раз он вошел в контакт со спецслужбами тем более на таком масштабном проекте просто так сказать до свидания мы хорошо поработали не получится в любом случае конечно конечно спецслужбы его пытались использовать и не раз и я абсолютно уверен что контакты были историки утверждают после долгих исследований Рериху удалось разгадать механизм работы тибетского пси-генератора и все свои отчеты он из Тибета регулярно отправлял в Москву в институт мозга Бехтерева но не только туда материалы передавались в закрытые исследовательские центры по некоторым данным в конце 20-х годов таких учреждений в Советском Союзе было несколько десятков в Москве и Санкт-Петербурге Новосибирске и Минске в Ростове на Дону и Нижнем Новгороде сотни специалистов по всей стране трудились над созданием уникального пси-оружия Существуют аппаратные средства которые позволяют промодулировав соответствующим образом радиолокационный сигнал изменить поведенческое начало человека у него вдруг появится чувство страха или наоборот радость веселье и так далее и так далее Некоторые исследователи считают что пытаясь создать пси-оружие советские ученые ставили эксперименты на живых людях на заключенных осужденных на пожизненный срок они испытывали гипноз пытаясь вызвать коллективные галлюцинации и массовый психоз Все это спецслужбы делали только для того чтобы научиться контролировать массы Некоторые источники утверждают результатом этих секретных исследований стал уникальный пси-генератор Его даже планировали вывести на земную орбиту чтобы оттуда зомбировать потенциального противника в любой точке земного шара Можно посредственно транслировать всю эту информативную базу используя иносферу на любую точку без использования спутниковых систем Можно на одном участке земли запустить механизм который сфокусируется и отработается на другом В версии о том что благодаря тибетским экспедициям и исследованиям Николая Рериха советским ученым удалось научиться управлять человеческим подсознанием многие исследователи не верят Они утверждают это всего лишь очередной миф Возможно это и так Но несколько лет назад были рассекречены вот эти кадры Это хроника 70-х годов На видео уникальный эксперимент по психозомбированию человека Сейчас вы видите как подопытному внедряют в мозг нужную информацию После этой процедуры он забудет прошлое и станет другим человеком с новым именем фамилией привычками и даже набором профессиональных знаний А такие звуки слышит подопытный во время сеанса психозомбирования На фоне обычной классической музыки звучат посторонние шумы Это и есть зашифрованные слова которые мозг воспринимает как команды Ученые уверяют этот прибор изготовлен именно на основе тибетских исследований К разряду психотронного оружия можно отнести очень много разных средств Допустим использование инфразвука определенных частот которые вызывают у человека панику страх иногда непереносимые боли и человек зачастую кончает жизнь самоубийством потому что не в силах перенести эти боли Вот это известно давно много уже столетий назад то есть действия вот инфразвуковых Более того большинство ученых не сомневается подобные технологии для зомбирования человека успешно применяются и сегодня И если раньше в 20-е годы на это требовались громоздкие приборы то в 21-м веке с развитием технологий поменялись и способы воздействия По словам специалистов достаточно всего лишь микрочипа который можно спрятать в любой электронный прибор телевизор мобильный телефон или радиоприемник и человек даже не догадается что его зомбируют Выглядеть это будет примерно так На специальном приборе кодируется определенное послание Затем все это записывается как фон для рекламного ролика и транслируется по телевизору Я вам сейчас дам прослушать еще раз изначальный файл Раз Два Три Четыре Пять Вышел зайчик погулять Далеко его беда А сейчас мы с вами послушаем что стало с нашим зайчиком после кодирования Вот все что слышно это просто шум Но мозг декодирует То есть мозг слышит то что туда заложено Таким образом может быть закодирована абсолютно любая команда И вмонтировать ее можно в любой шум От звука кондиционера в офисе до музыкальной мелодии которая звучит по радио на всю страну Ну это может быть обычный скажем ретранслятор в виде одного из сегментов сотовой связи который так сказать охватывает районы и города Кстати расширение частотных диапазонов так сказать сотовых операторов и передача части функций контроля в рамке соответствующих служб государства как раз дает возможность использовать эти системы вот для этих целей Но самое страшное как утверждают некоторые ученые эту технологию научились успешно применять и в военных целях Достаточно направить на вражескую армию особое электромагнитное излучение и благодаря воздействию на психику солдаты противника просто перестанут выполнять приказы В период боевых действий воюющей стороне одной допустим из воюющих сторон или обеим захочется пойти цветы собирать на поле а не убивать друг друга Получается идеи древних тибетских мудрецов находят свое применение и сегодня Только сейчас они направлены на другое на уничтожение людей и целых народов А ведь древние буддисты свои уникальные техники применяли для самосовершенствования и развития А значит и сегодня эти идеи можно направить на созидание Это как раз создает мотивацию у человека Во-первых позволяет ему использовать его скрытые возможности и резервы и меняет мотивацию То есть человек который был ну условно так настраивал себя на негатив естественно получал негатив в итоге У него меняется мотивация Он будет настроен на позитив Возможно когда-нибудь такой проект станет глобальным и человечество сможет перейти на новую ступень развития Нынешнее поколение гомо-сапиенс сменится поколением сверхлюдей которые будут добрее умнее и мудрее нас с вами Я абсолютно уверен что придет время и наши дети внуки правнуки будут красивее нас будут жить дольше нас будут путешествовать по самым отдаленным уголкам вселенной Вот только будут ли они счастливее нас неизвестно даже у великого мыслителя Циолковского об этом не сказано ни слова